Взяли под стражу в зале суда. Создатели печально известной финансовой пирамиды признали виновными в мошенничестве. Были ранены при исполнении служебного долга. Вооруженный мужчина открыл огонь по полицейским. За маленького заложника отправятся за решетку. Суд вынес приговор домашнему тирану. Дерзкое нападение на подростка. В среду утром неизвестный с ножом напал на девочку. Девятиклассница не дошла несколько десятков метров до учебного заведения. Комментарии правоохранителей пока крайне скудны. Со слов девочки, мужчина неожиданно наполз сзади. Повалил на снег и представил к лицу нож. После небольшой потасовки потерпевшей удалось выбраться. Известно, что госпитализация школьницы не понадобилась. В следственном комитете порезы на лице подростка не подтвердили и не опровергли. Зарегистрирован материал проверки по факту нападения неустановленным лицом на несовершеннолетнюю девочку. В настоящее время проводится сообщение о преступлении, по результатам которой будут приняты процессуальные решения. Стоит добавить по нашей информации версию о том, что девятиклассница все выдумала. Правоохранители пока со счетов не сбрасывают. К другим темам. Поставили точку. Суд вынес обвинительный приговор мужчине, который взял в заложники собственного сына. Долго рассматривать дело не пришлось. Чтобы полностью разобраться в деле Александра Муксинова, суду понадобилось всего три заседания. Напомню, в июле 2016-го нетрезвый мужчина сначала набросился с осколком стекла на супругу. А когда очевидцы попытались вызвать полицию, пригрозил убить собственного двухлетнего сына. Ребенка удалось спасти сотрудникам Зайльцовского отдела полиции. Правоохранители буквально вырвали из рук тирана сначала импровизированный нож, а затем перепуганного малыша. Он начал приоткрывать дверь и успел его схватить за руку и вырвать стекло там ребенка забрать. После фигурант присмирел и позволил надеть на себя наручники. Однако затем ушел, что называется, в несознанку. На предварительном следствии Александр Муксинов не только отказался давать показания, но и не подписал ни одного протокола. А на просьбу рассказать свою версию событий ответил нецензурной бранью. Кого вам рассказать? Может еще что-то показать? Можно? Показать? Сейчас высуну. Перед самым приговором мужчина неожиданно изменил мнение и признал вину, что несмотря на его поведение во время следствия, в суде все равно стало смягчающим обстоятельством. Просил назначить наказание в виде 11 лет лишения свободы. Суд приговорил Муксинова к наказанию в виде 10 лет лишения свободы. В настоящее время судимость за прежние преступления у него погашена, поскольку последний раз судим он был в 2010 году, и поэтому рецидива у него не имеется. С учетом этого ему назначили, можно сказать, мягкое наказание. В Новосибирской области такое дело возбудили и довели до суда лишь второй раз. Ранее житель Бердска также в состоянии опьянения взял в заложники свою супругу. Анна Скокбадис-Гладких, Алексей Зубила, экстренный вызов. Настоящий боевик со стрельбой в Ленинском районе Новосибирска. Подозреваемый по уголовному делу при задержании расстрелял двух полицейских. Оперативники уголовного розыска попытались задержать молодого человека, который подозревается в мошенничестве. Когда полицейские представились, 21-летний преступник достал травматический пистолет и начал стрелять в служителей закона. Один получил ранение в область грудной клетки, второму пуля попала в шею. При этом выполнить задачу силовикам удалось. Несмотря на полученные ранения, силовикам удалось обезоружить злоумышленника, после чего он был задержан. Стоит отметить, что данные сотрудники полиции проводили оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание данного молодого человека, который подозревается в совершении мошеннических действий. Сейчас следователи проводят проверку. В ближайшее время задержанному изберут меру пресечения в виде заключения под стражу. Одной статьей мошенничества, скорее всего, злоумышленник теперь не обойдется. Следователи решают вопрос о возбуждении еще одного уголовного дела. Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. А это от 12 до 20 лет лишения свободы. То оправдают, то снова наденут наручники. В Харенинском суде уже в третий раз начали рассматривать уголовное дело в отношении мужчины, которого обвиняют в избиении до смерти своего знакомого. Ильдуза Белалова в зал заседания заводит конвой. Мужчина выглядит абсолютно спокойным. Уголовное дело в отношении него рассматривают уже третий год. Третьим составом суда. По версии следствия, во время распития спиртного подсудимый заступился за девушку. В пьяном уголе не рассчитал силы и в драке убил оппонента. В сентябре 2014 года причинил потерпевшему тяжкий вред здоровью, который стал причиной его смерти. Непосредственно причинил черепно-мозговую травму, причем нанесения ударов ногами. Дело достаточно быстро расследовали и передали в суд. Однако на этом этапе процесс застопорился. Сначала материалы вернули прокурору, затем Ильдуза Белалова оправдали. Фемида пришла к выводу, вину мужчины в ходе предварительного следствия не доказали. Однако погулять на свободе фигуранту удалось недолго. Прокуратура обжаловала приговор и уже оправданного мужчину вновь взяли под стражу. Сегодня в Калининском районном суде первое заседание по этому делу началось в третий раз. Как и раньше, подсудимый категорически заявляет, он не виновен. Какую позицию вы пытаетесь до суда донести? Ну, то, что признался, тот, кто это сделал. А он с вами находился в туде? Да, они всю вину на меня переложили. По словам защитника Белалова, обвинение основывается на показаниях двух свидетелей, которые вместе с его клиентом и погибшим участвовали в той самой сентябрьской вечеринке с трагическим финалом. В самом начале еще в ходе предварительного следствия двое лиц его оговорили. Один из которых сейчас уже умер, второй отбывает наказание в одной из колоний Новосибирской области. И вот этот, при втором рассмотрении, уже человек, который как раз отбывает в колонии наказание, уже пояснял, что он отказывается от показаний данных наследствий, что действительно мой подзащитный никаких ударов потерпевшему не наносил. Согласно версии стороны защиты, именно эти свидетели обвинения в действительности избили потерпевшего до смерти. Кстати, осужденный сейчас отбывает наказание как раз за убийство. Впрочем, путаются в собственных словах и те очевидцы трагической драки, которые оправдывают подсудимого. Противоречия в их показаниях и послужили основанием для отмены прошлого, оправдательного приговора. Если Ильдуза Белалова все же признают виновным, ему грозит до 15 лет лишения свободы. Два с половиной года он уже провел за решеткой. Анна Скок, Константин Менин. Экстренный вызов. Финал истории с аферой общероссийского масштаба в Новосибирске завершился один из самых длинных судебных процессов последних лет. Сегодня обвинительный приговор выслушали руководители Сибирской кассы взаимопомощи, кредитного кооператива, под вывеской которого на самом деле скрывалась крупная финансовая пирамида. В зале заседания областного суда собрались десятки потерпевших. В основном это пожилые люди. Несколько лет назад они поверили аферистам, которые обещали в короткий срок приумножить капиталы доверчивых пенсионеров. Благодетели развернули бурную деятельность еще в 2006 году, основав в Новосибирске кредитно-потребительский кооператив «Сибирская касса взаимопомощи». Пайщикам обещали до 40% годовых. Я отдала деньги этим мошенникам, 120 тысяч рублей. И начиная с 2009 года, вот хожу вот сюда, вот трачу свое время, никто ничего не компенсировал абсолютно, ни одной копейки я не получила. Всего от деятельности махинаторов пострадали около 2000 человек из разных регионов страны. Ведь финансовая пирамида со временем обзавелась филиалами во многих крупных сибирских городах, а также в Краснодаре и Сочи. За время следствия и судебного разбирательства десятки потерпевших скончались. Сказался преклонный возраст. Согласно материалам дела, фигуранты сумели заработать на обмане людей больше 300 миллионов рублей. Обвинения в особо крупном мошенничестве предъявили учредителям кооператива. На скамье подсудимых оказались две супружеские пары. Александр и Елена Ильченко, Сергей Литвинов и Светлана Макосейчук. Изначально дружному квартету инкриминировали еще и организацию преступного сообщества. Однако по этой статье подсудимых оправдали. Что, впрочем, не спасло фигурантов от реальных сроков заключения. Наиболее суровое наказание назначили Светлане Макосейчук. Макосейчук Светлана Петровна признать виновность в решении преступления предусмотрена частью 4 статьи 159 указа. Определив окончательно как будто наказание по совокупности приговор в виде лишения свободы сроком на 8 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Сергею Литвинову предстоит провести в колонии 7 лет. Что касается Читы Ильченко, то Елену приговорили к 6, а ее мужа Александра к 5 годам лишения свободы. Кроме того, осужденные должны вернуть деньги всем пострадавшим. Суд уже обратил взыскание на имущество мошенников. В частности, уйдут с молотка принадлежавшие им объекты недвижимости в Новосибирске и Сочи, а также дорогие автомобили. Леонид Лишенко, Алексей Зубила, Экстренный вызов. На этом у нас все. Информацию о происшествиях и преступлениях сообщайте по телефону 310-2005. Он доступен по будням в рабочее время с 10 утра до 6 вечера. Видео ЧП выкладывайте в группе экстренного вызова ВКонтакте. Удачи, оставайтесь на УТС. До свидания.